Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2642, тема «Старообрядцы». «Правда ли, что многие староверы деятельно участвовали в февральской революции, да и к большевикам пошли?» Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин, цитата. Известно, что Александр Иванович Гучков, лидер партии «Октябристов», был военным министром во временном правительстве. Он был из четвертого поколения рода старообрядческих купцов, его братья Московский городской голова и известный журналист, все они уже далеко отошли от веры отцов, их только по происхождению можно назвать старообрядцами. Роль старообрядческих купцов в большевистском движении слишком выпечена. Обычно приводят в пример Савву Тимофеевича Морозова. Он был эксцентричный человек, но деньги большевикам давал не по политическим причинам. А вот Павел Павлович Рябушинский субсидировал Корнилова и Калединовы в борьбе с большевиками. Об этом вспоминают нечасто. Конец цитаты. Далее комментарии Игнатия Лавкина. Образец, как можно оправдать своих, жена Кесаря всегда вне подозрения. И допустить, что староверы были и изуверы, никак не вмещает. А чего проще было бы ответить, что и не могло того быть, если сердца не были посвящены Господу, если души не были возрождены свыше и ожили без водительства Духа Святого. Так, послушаем, Сергей, и не могло того не быть, а ты говоришь, не могло того быть. Совершенно противоположен. Совершенно согласен. Читают, думают, что это не то. А чего проще было бы ответить... Кто ответит? Тут непонятно. А чего проще было бы ответить, наверное, да? Что и не могло такого не быть, если сердца не были посвящены Господу, если души не были возрождены свыше и жили без водительства Духа Святого. 2 Петра 2 глава 19 стих Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. У старообрядцев, как и у новообрядцев, был синдром Исмаила. Вернуть все на прежнее, дать колесу истории обратный ход. Прок Иеремия 41 глава 2 стих «И встал Исмаил, сын Нафаний, и десять человек, которые были с ним, и поразили Гадолию сына Ахикама, сына Сафанова, мечом и умертвили того, которого царь Вавилонский поставил начальником над страной. Так же убил Исмаил из всех иудеев, которые были с ним, за Гадолию в массиве и находившихся там халдеев, людей военных». «Нет, никогда нам то не пережить, осядет пыль пустяшной, злой затеи. Хотели блеить, но пришлось завыть от коммунизма, что засел под темя. Боролись, падали в геройстве за царя, а он не выдержал, легко масоном сдался. Под красным колесом месили нас не зря, по строчкам Библии мычим и вводим пальцем. Мы слушать не хотели Иегову, по имени его знать не желали, но загинула Россия царская, как в прорву, гореть отныне на ином накале. Былые белые заполыхали дыни, и красный угол побледнел смертельно. На практике пошло, что читано из книг, под жернова насыплет общий мельник. Укромных мест для наших нет невест. Повытряхнули пришлые и голы деба чужая. Сознаться, каяться и плакать повсеместно нам не дано, и ждать иного урожая. А бредоверие в потемке завело, евангельскую веру истребило. Канонизация, совцы паршивый клок, святая Русь легко ушла под вилла. Вновь пережить придется прошлый срам. Он в венах и в прожилках из традиций. Прозрения нет, и пользы ни на грам. Опять тиранствует в овчарне злой епископ. Проклятие подгребаем несусветно, копируя кровавые ошибки. Явись, пророк Христа новозаветный, настройтесь собирать свои пожитки. Вновь пережить уже не хватит сил. Себя и прошлое отвергши похороним. Да будет с нами Бог. Гряди, Эммануил, за тысячелетия каемся и ничего не скроем. 20 января 2005 год. Игнатий Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok